шавуатов добрый день дорогие друзья мы продолжаем наше изучение торы на этой неделе у нас две главы одна называется бегар другая называется бихокатай всевышний говорит сначала в эбгар о седьмом годе годе шмиты и говорится нашим мудрецами что на горе синай были нам даны все заповеди и одна из них год шмиты очень важная каждый седьмой год священный год мы не обрабатываем землю мы не обрезаем виноградники то есть сельское хозяйство у нас частично отменяется ничего что связано землей мы не делаем естественно мы не даем погибнуть допустим растениям политик надо но ничего другого не засеять не собрать мы не можем то что само вырастет мы можем есть сколько надо для семьи берите ешьте и виноградник ваш открытый сады открыты пусть приходят люди которые в это нуждаются берут едят и естественно не ломают за этим следить чтобы они не ломали ваше растение не портили вот это и все у нас есть такие примеры это рог это растение которое мы берем в суккот взмахиваем очень сильная заповедь из праздника суккот и приходят люди к человеку который выращивает роги продает их и в год святой он продать их не может он говорит пожалуйста я вам отдаю без денег сад мой правда вы можете поломать будете доставать их ну можете какие-то копейки там дать за то что я вам срежу их аккуратненько свежи не повредив сад это все а за сами эти фрукты он не может дать денег вот так после седьмого года наступает у нас год когда мы его даже засеять то есть получается нам нужны плоды на шестой год на седьмой год и на восьмой год чтобы засеять и всевышний все это дает равец как зибер в оценной памяти он говорит я разговаривал в израиле с людьми которые соблюдают заповеди они говорят что мы не работаем седьмой год мы выполняем заповеди торы и что вы думаете у нас урожай тысячи восемьсот двести две тысячи каких-то центров с гектара не знаю очень огромное количество а в обычный год около шестисот те люди которые не соблюдают вот шмиты работают всегда засевают поля свои всегда и получает 600 а эти люди отдыхают этот год они получают в три раза больше это действительно в хорошо работает он говорит и получается люди получают удовольствие во первых когда человек не выгнену не работает он может учить тору и наш мудрецы говорят отдается больше сил на изучение торы этот год седьмой является именно тем годом когда больше всего учат люди тору тора говорит если мы возьмем всем циклом по семь лет наступает сорок девятый год когда он заканчивается пусть не выйдет юбилейный год так вот это сорок девятый год тоже является святым годом это как допустим возле святого человека соседи которые живут тоже становятся святыми также этот год сорок девятый является святым если так считать то тогда все вышли перед юбилейным городом годом дает урожай на 4 года каждый 50 год год юбилейный если мы соблюдаем эти заповеди то пишется что плоды стране израиля при таком соблюдении становятся самыми вкусными они впитывают себе вкус всех самых лучших плодов мира и получается большое наслаждение удовольствием этих плодов только нам надо это все соблюдать мы займем 22 год год шмиты получается и 15 год шмиты если это соблюдать то все у нас прекрасно нельзя есть израильские продукты выращенные в стране израиля которые выросли в этот год что такое семь почему седьмой и говорится что много святого связано с цифрой 7 пишут наши мудрецы что всем небес есть есть 7 областей мира самая святая часть мира это тивель это эрцесраэль вот здесь самые лучшие плоды есть вот так при соблюдении то он говорится что если мы берем наших самых больших людей в мире тора пишет что седьмым от адама был ханох все умерли написано а он не написано что он умер всевышний его забрал ибо всесильный взял его пишется то есть адам ше три ножки на махал эль эрит эрит ханох вот ханох праведен праведен такой что всевышний взял ганедан из живого не умер а живого такое чудо есть то есть у нас обратная сторона кара из колена леди забрал его всевышний живым преисподнюю на страшное страдание а вот ханох получается живым ганедан ты уж не взял вот он седьмой потом что у нас есть еврейский народ а врагам и цхак яков леви кигат амрам машет седьмой рабошера бэйну седьмой человек руководитель еврейского народа святой получается если мы возьмем царя давида то есть и мы тоже посмотрим тоже седьмой у ишая у праведника ишая рождается седьмой давид и попова шар один и родил первое реалва второе надава третье ошибу и ствертое не таэля пятое радая шестого цема седьмое давид вот седьмой давид тоже правильник неимоверный потом мудрецы говорят у нас есть седьмой месяц это месяц когда сотворен мир в тишери вот у нас там огромное количество праздников рожка шана когда мы раскаиваемся всевышний прощает нам грехи емки пуры дальше в общем все у нас связано с цифра 7 и 7 дней праздник песок и 7 дней праздник суккот и другие вещи связанность цифра 7 то есть святое число и святые события происходят в седьмой день седьмой год вот так если бы мы соблюдали годы шмиты когда пришли в рецесраэль мы мы бы не попали в вавилон не разрушен был наш храм была бы совсем другая жизнь мы так не делали естественно пострадали пишется что 70 лет вавилонское знание было за 70 лет шмиты которую мы не соблюдали мы пришли в страну израиля 14 лет воевали делили землю и первый год шмиты мы праздновали в двадцать первый год после прихода в страну от оттуда это был первый год шмиты который мы начали соблюдать вот так желаю нам всем чтобы мы все-таки добились того чтобы мы соблюдали год шмиты выполняли заповеди и все вышли нам подарят те прекрасные плоды которые нам обещает торе нам главное заслужить стараться и мы заслужим и получим рог был дан за паяние души мойши бен давид берта батесрель памяти павел бен ефим яков бен нахум владимир григорий за здоровье давид бен стела села батклара шмон йона бен сара шимон бен исхак и на бат мира борис бен мария мойше бен маня она батривка рахель батлилия полина первая цель сурра вера ватклара стояла баттейла жили бак и да и на бадора анна бать елена станислав бен рахель ефим бенестер двой раб от мире моисей и бельева и рима 2 районе 7 рейса и на этом от моей Евгений Бенберта, Евгений Батита, Фера Батана, Геннадий Бенелена, Елена Батинеса, Ольга Бат Светлана, Йосиф Дан Бенцара, Таня Батфрида, Ивана Батриева, Вадим Бен Татьяна, Юлия Батбелла, Яков Йосиф Бенрахель, Шимон Бенбира, Фейка Батберта, Ася Батгода, Марк Беннина, Ира Батвера, Лена Клара, Рафаэль Бенклара, Хана Цепора Батцара, Ильвин Хая Авива, Фим Бенцони, Майя Батфаина, Алексей Бен Ольга, Клара Батброня, Гая Батцарит, Мазал Арсас Голуа, Ирина Батри, Арон Рябин Ри, За хороший дух Арон Рябин Двой, Радмиз Бенахум, Авигаль Батцара, Хана Бат Абрагам, Рафаэль Ариэл Лэй Бен Лариса, Галия Бат Гидалия, Параса Ибрюд, Владимир Бен Рая, Анна Бат Александра, Марина Бат Рая, Борис Бен Марина, Алексей Бен Наталья, Всего хорошего Олегу Марченко. Всем желаю крепчайшего здоровья, и пусть скоро закончится эта страшная война, и до следующих встреч. Надеюсь, настоится завтра в 15 часов. Шалом! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...